Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И по традиции мы с вами разберем один-единственный стих из Священного Писания. Стих очень знаменитый и повторяемый. Стих, который в самом Евангелии с разными вариациями повторяется. Господь неоднократно эту фразу произносит, и поэтому следует ей уделить пристальное внимание. В данном случае я предлагаю прочесть вот этот призыв Христа и некоторые комментарии его к своей проповеди, прочесть его в следующем отрывке. Давайте откроем Евангелие от Марка, 4 главу, 23 стих. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Ну, безусловно, все наверняка слышали эту фразу. Она и ни к силу, ни к городу употребляется. И поэтому тоже, с одной стороны, ее самое широкое толкование и применение оправдано, а с другой стороны, порой немножко сузить надо, чтобы не пропустить самое ценное. Как человек, который ищет что-то, находится в поиске, то тоже он, конечно, обходит самые широкие поля и дальние уголки, но когда он понимает, что надо искать уже в каком-то определенном секторе, то уже не разбрасывается, а сосредотачивается там. Этот стих Господь говорит после слов о горящей свече, которая должна стоять на подсвечнике свете веры христианской, о том, что тайна становится явным, о том, как наши взаимоотношения с Богом проявляются, и как и грехи наши проявляются, и наоборот, нечто доброе, которое Господь нам открывает и чем укрепляет нашу жизнь. А перед этим Господь говорит притчу о сеятеле, и ее толкует. Прежде чем истолковать эту притчу, Господь тоже говорит, что если кто имеет уши, слышите, да, слышит. И только потом толкует. Вот Господь говорит притчу о сеятеле всем людям, которые его окружили, а это тысячи толпы, человек из самых разных городов пришедшие, и Он им об этом говорит. Однако после толкования притчи и после того, как Он дает дополнительные образы, свечи, вот тайного и явного, Он и апостолам уже узкому кругу говорит снова про это, имеющие уши, слышит и дослышит. Вот это повторение в данном случае этой фразы, после того, как она была сказана, ну, буквально за некоторое время до этого, мне кажется, оно совершенно не случайно. Потому что человек, который читает Евангелие, который живет христианской жизнью, ну, пытается жить, по крайней мере, который вот как-то разбирается даже немножко в Писании, смотрит ролики на нашем портале, он может подумать опрометчиво, вот, я не такой, как все, я не так, как вот эта толпа, которая там просто свечки ставит, такие они все невоцерковленные, несовершенные, вот, и у меня-то уши есть, я слышу евангельские заповеди, я их понимаю. Апостолы наверняка точно так же подумали, потому что вначале Господь их озадачил, Господь их озадачил, чего-то начал говорить, он же раньше притчей не говорит, это самая первая притча, которую Господь сказал, которая есть в Евангелии от Марка, раньше он прямо проповедовал, а тут раз уже какая-то загадочная история, там, про сеятеля, про посевы, как там, там, зерна разбрасываются, и Господь говорит, ну, кто имеет уши слышать, дослышат, и апостолы, и все окружающие люди, абсолютно все, они сразу задумались, что бы это значило, как это применить к своей духовной жизни, это нам-то легко, мы уже знаем из толкования, а они были в таком состоянии, и вот Господь уже после этого отводит апостола в сторону, и оставшись с ними наедине, им толкует, толкует про каменистые места, испытания, про терния, соблазны, про птиц, восхищающих, про бесы, которые тоже восхищают слово проповеди из нашей души, все вот это из толкования дано, и тут апостолы понимают, да, вот это там люди, вот это толпа, она еще ничего не понимает, а мы, апостолы, служители Христа, вот мы во всем разобрались, а Господь им раз, и уже им одним говорит, им еще уши слышат, дослышат, и это как раз было неспроста сказано, потому что апостолы, как мы помним, они очень много о себе думали, тоже говорили, Господи, давай как-то свое царство, один справа, другой слева восядет, премьер, вице-премьер станут в таком царстве небесном на земле, там говорят, ой, Господи, мы с тобой все, что угодно там пойдем, хоть на крест, хоть на смерть, но самого разного вида гордость была, или там, ой, Господи, нам самаряне не продали хлеб, поэтому давай огненный дождь с небес не спошли, попали, как Содом и Гоморра вот эти самарянские деревни, то есть тоже, тоже вот некоторая даже была опора у них, вот когда самарянские деревни, это же они вспоминали Ветхий Завет, показывали свою начитность в Библии, в Ветхом Завете, еще Новый Завет еще не был написан, он только вершился тогда, и Господь им на это ответил, вы не знаете, какого вы духа есть, и Господь вот постоянно апостолов, можно сказать, немножко притормаживал для ежепользы, по сути, этот стих, он говорит и нам, потому что, ну что говорить, ой, апостолы так были неправы, ой, толпа иудеев была неправа, мы тоже в такой же ситуации, мы вроде слышали, мы знаем и причащие, или слышали, да, надо о ней подумать, и знаем ее окончание толкования, и снова слышали, надо о ней подумать, и в других местах Господь это тоже будет повторять постоянную присказку, и мы такие, о, эта фраза у нас на слуху, потому что мы Евангелие постоянно читаем, но этого недостаточно, этого недостаточно, потому что даже если Господь нас отдельно отвел, если он нас любит, даже если никто не собрался на службу, там, город, миллион, а на службу пришло, там, ну от силы, там, пять тысяч человек, то, конечно, можно сказать, ой, мы какая-то избранная каста, и да, действительно, Господь нас избрал, но от этого, от того, что Господь нас избрал, наша заслуга только в том, что мы лишь выбрали, выбрали рядом с Господом быть, но можно же рядом с Господом быть и не слушать, вот апостол Иуда ходил рядом со Христом, слышал, все слышал, слушал, слушал, вроде ушки были, а в принципе, ну что закончил, пошел и давился, предав своего божественного учителя, более того, и другие апостолы, они тоже, Господь же потом проповедовать будет, все дальше и дальше проповедь открывать и говорит, прямым текстом будет говорить, да, вот меня возьмут, старейшины, князи, иудейские, убьют, я умру, и распнут меня, на третий день воскресну, ну вот объяснил, до нельзя, очевидно, и пророчества ветхозаветные об этом провествуют, а апостолы все равно не понимают, Господь им говорит, я иду к отцу после этого, что да, вот это путь будет на небеса, они такие, ой, а где отец живет, где там нам его навестить, апостолы не понимают, то есть Господь им говорит абсолютно точные вещи, что им надо делать, как к чему подготовиться, а человек этого не слышит, так и мы порой читаем Священное Писание, но не понимаем, какое отношение это к нам есть, притча, понятные, столкования, ну тоже уже не первый раз читаем, знаем его, да, там даже какой-то мораль вывести, ну тоже это мы можем, ну мы же натренировались мораль вывести, а потом наступает у нас какая-то жизненная ситуация, и то, что мы до этого там читали из недели в неделю Евангелие, нас никак к этой жизненной ситуации не подготавливает, Это не потому, что Евангелие нежизненно, не потому, что оно не имеет отношения к практическому пути нашего спасения, а потому, что мы не выудили оттуда ту вот эту многоценную рыбку золотую, которая исполняет наше желание пройти через искушение, испытание и сохранить свою душу неврежденной. А наоборот, может даже не то, что неврежденной, а даже еще больше найти, еще больше духовно возрасти. Поэтому эта фраза, она немножко приземляет нас с небес на землю, не потому, что нам на небесах нету места, а потому, что пока мы еще ходим по грешной земле, и нам надо прислушиваться. Кроме того, еще вот уж, что у нас есть, ими ищут, что слышат и дослышат. Ну, что мы слышим? Пришел змей сатана, шепчет в ухо Адама и Еве о согрешении, и мы это слушаем. В наше сердце сатана стучится точно так же. Вот там вроде слова евангельские есть, вроде они все должны весь наш слух, все наше внимание занимать, а тем не менее, все равно что-то другое слушаем. Или раз нам Евангелие говорит так, а ой, нет, обстоятельства жизненные чуть-чуть по-другому, и хотя мы точно знаем уже, даже не то, что вот как первый вариант, когда мы не очень поняли, как по Евангелию нам поступить. Нет, вот действительно мы берем, держим Евангелие в руках, и оно отзывается вроде в нашем сердце, но мы его в душе закрываем и все откладываем, и никак на него не обращаем внимания, переступаем через это евангельское слово, которое по-прежнему у нас в ушах, но все равно мы идем и выбираем грех уже сознательно. Пусть и более того, может даже опираясь на то, что ой, Господь там простит, как он простил Петра, Якова, Иоанна, других апостолов, которые бежали к нему и не стояли рядом со Христом. Ну да, Иоанн Богослов вернулся, но ведь тоже, он же бежал тоже, если бы он все до конца слушал, даже самый любимый ученик Христа, то он бы тоже не убежал, не возвращался, а сразу бы за Христом пошел. Такая ситуация в отношении к евангельскому тексту и к вниманию, к его каким-то мелочам, деталям, и к его применению в нашей христианской жизни, это основная такая наша систематическая проблема. Это взаимоотношение со Словом Божиим, потому что, если бы это было иначе, Господь не упоминал это постоянно. Причем мы не говорим, что упоминание, вот бывает одна притча в разных евангелиях сказана, этот стих Господь в разных евангелиях по несколько раз повторяет. Значит, Дух Святой, который тоже водил рукой апостольскую, не ограничивая их творческие способности, их воспоминания и так далее, все-таки Дух Святой считает, что нам это полезно для спасения души. Вот эти слова. И эти слова полезны не в смысле обращать к кому-то из своих близких, ой, ты не услышал, я тебе объяснял, ой, я такую инструкцию дал, или сколько можно там говорить, там начальство на работе говорит, что ж ты там не исполняешь. Речь не об этом, речь о том, как слово Христа мы слушаем. Более того, это слово проповеди, вот если мы вспомним про предыдущие стихи, поместим обратно в контекст, да, что про свечу, которая свечит на свечнице, про проповедь Христа Бога нашего. Это, конечно, и слово о том, что и наш вот отблеск Божественного Света, который есть в нас, который мы пытаемся донести людям, а люди его не воспринимают. Это не значит, что все, надо прятать свое христианство, это не значит, ну люди грешно живут, и я буду жить, как они. Нет, мы живем дальше по-христиански, а люди рядом с нами, ну, совсем нет у них вот духовного слуха, совсем они это не слышат. А может, это просто у нас помимо духовного слуха, может, у них все-таки немножко есть, а духовного зрения нет. И то, что мы по-христиански рядом с другим человеком ведем, который продолжает нам убежать, который какие-то козни строит нам, все равно вода камень точит, мягкая водичка, которая наполняет нас жизнь, и камень, который, если сбросить на голову человека, который его убьет, да, и все равно вода побеждает. Точно и так же вот мы вспоминаем предыдущие стихи, перед этим имеет уши слышать и дослышать. И тоже не то, что постоянно говорим, о, грех, там надо покаяться, просто вот светим христианской жизнью, где-то в слове, где-то в деле. И человек все равно будет меняться рядом с нами, если хоть немножко его уши духовные открыты для благовестия. Если же он закрыл, то даже сам Господь Иисус Христос явится с небесными силами, рядом с ним ставит для человека это не произведет впечатление. Поэтому, дорогие друзья, подытоживая, имея уши, слышите, дослышат, как говорит церковнославянский текст, все у нас, конечно, если человек обезображен, у него нет ушей, то, конечно, слух его, может, не будет хуже, но поскольку он будет стесняться того, что нет ушной раковины, вот этого увечья военного какого-то, да, или в результате генетического какого-то сбоя, то он будет дополнительно прикрывать свои уши, ему будет сложнее слушать, да, если будет поврежден слуховой канал, то тоже уже без каких-то специальных аппаратов и не услышать, да, и слуховой аппарат люди одевают, потому что внутреннее ухо повреждено. Но точно так же и мы, мы должны помнить, что, возможно, наша душа, поврежденная грехом, она что-то слышит, но не разбирает, как человек, если он нечетко понимает какую-то инструкцию, слышал каждое второе слово, он примерно начнет делать, но в принципиальный момент что-то сломает и все развалится. Точно так же и наш духовный слух может быть несовершенным, но Господь, он же исцеляет, исцеляет, отверзает глаза слепому, что ему стоит и сделать и нам, душу нашу, которая вот оглохла, взять и вернуть вот этот слух. Поэтому даже мы можем прийти и сказать, Господи, не понимаю, как Твою заповедь исполнить. Вот вроде слышу, а как выполнить, не знаю. Господи, какие-то я вообще не вспоминаю Твои заповеди, как-то мне удобнее без них обходиться. Дай мне их в своей памяти держать или сказать, Господи, я, в принципе, услышал, услышал, что вот так надо делать и вроде считаю, что так нужно, но не понимая, как сил мне не хватает. Господи, укрепи меня. Субтитры сделал DimaTorzok